Человек будет всегда проигрывать, когда он смотрит на то, что он сейчас проходит. А побеждает тот, который не смотрит на то, что сейчас проходит, а смотрит, на куда идет. Да. То есть, где твоя концентрация? На что ты сейчас фокусироваешь? Допустим, вы говорите, я даже недавно разговариваю с человеком таким. Приехал человек из Киеве, из периферии, из какой-то области, Винеке или что-то, и чтобы учиться в Киеве. И очень хочется учиться. Но пока сюда попала в Киеве, ну ее взяли, то есть в институт учиться. Но пока она сюда попала, проблемы, то жилье, то работа, то это самое. Вырывалась на занятия, но не всегда. Но потом она говорит, как обвалилась на меня, это все как снег. Вот, это все всякие неурадресы, всякие проблемы, вызовы и так далее. То есть, она, короче, взяла заниматься, ну, решением проблемы. То есть, ну, то квартира, то это сам ремонт, то, ну, хозяйка, то еще, ну, то работа, то еще. Так и забыла вообще, ну, выбыла, не успевала. И так и сейчас ей 50 лет, она так и занималась 30 лет этим вопросом жизненно. Потом вышла замуж, потом забеременела, ну, потом ребенок, потом, ну, вы знаете, как бывает в жизни. Потом пошла и поехала, и так она уборщица, короче, у нее строилась. То есть, потому что, когда она была моложе, она, ну, торговала что-то, то еще, что-то, то еще была потребность была, ну, ее взяли. А теперь, когда уже 50 лет, почему, почему такие вещи происходят в жизни? Потому что люди не умеют, не жить в мире, они не умеют, не жить настоящим, они не умеют жить здесь сейчас, на самом деле, устремиться туда, куда я хочу идти. И беда, конечно, у многих еще заключается в том, что они даже не имеют, куда они хотят идти. Вот это еще больше беда, чем те, которые потерялись. А многие вообще даже не знают, что куда-то надо идти. Они даже и не знают, что куда, какой-то концентрация должна быть, или куда-то надо сосредоточиться. Они просто проснулись, и куда ветер падает, туда они, то есть, они живут только сегодня. И то, что мы сейчас говорим, что это учит, это учит нас о том, что пока мы будем жить нынешним временем, пока мы живем то, чем мы сейчас проходим, пока мы живем сегодняшним временем, у нас будущего не будет. И мы всегда будем терпеть поражение. Я хочу дополнить, есть такой тезис, надо сначала нам выявить, как его нам... То есть, проигрывает в жизни тот, кто концентрируется на своих обстоятельствах каких-то, а побеждает тот, который не концентрируется на своих обстоятельствах и живет целью. Пример хочу привести, может быть, кто-то знает, в концлагере был Виктор Франкл такой, который, да, который жил целью, несмотря на все испытания, которые были, издевательства со стороны немецких эсэсовцев, он все-таки представлял себе, он представлял, что он будет читать лекции студентам о жизни, о ценности жизни. И он, то есть, в тех обстоятельствах, в концлагере, есть книга такая, целая про него, автобиографическая, и, несмотря на все, он выжил, и его эта цель свершилась. Он рассказывал о своих победах в жизни. Вот пример наглядный. Ну, кто помнит эту историю, знаете, нет, не знаете? А расскажи подробное, чтобы люди знали. Подробное, значит, ну, все знают, что во время Второй мировой войны немецкие нацисты сжигали людей и пытали в концлагерях, да, издевались зверско над ними, делали там из них сувениры, мыло, ну, кто знает, да. И вот был среди них там один человек, Виктор Франкл его звали. Он был в концлагере, да. Газом, да. Там не только убивали, там и пытали их, и опыты проводили на них. И этот человек, он был верующий, ну, и, значит, он знал, представлял себе, что он выйдет с этого концлагеря, он... Нет, это не так просто. То есть, в этом зале, вот такой зал, 200 человек. И каждый день они приходят, кого-то берут по номерам. Они зовут какого-то, ну, называют какого-то номера, говорят, ты следующий. Не по очереди, просто так. А он, он увидит, допустим, их было 200 человек, и остается, сначала осталось 150, 180, 150, 130, 120, 100, 50. И он знает, что это может быть любой день, может быть его, они берут по два, по три, по пять, по десять, по пятьдесят. То есть, ну, он же не знает, какой он назовут. То есть, каждый ждет свою смерть. И все, которые там с ним были в этом концлагере, в этой зале, там разные зали, а в уикной палате, да, там каждый только об этом не говорят, что я уже готовлю, я уже попрощался с жизнью, я уже попрощался, ну, внутренне, с детьми, я уже попрощался с СССР, у меня уже нету здесь. Даже до того, как позвали их, от переживания, некоторые уже посидели, ну, потому что завтра, ты знаешь, что тебя сейчас позовут. То есть, от этого, ты знаешь, что это уже все сжигают, и, ну, газ, вууу. То есть, люди уже умирали. Смерть не так страшна, чем, когда ты знаешь, что оно будет вот-вот. То есть, смерть, это, если оно приходит внезапно, это не проблема. Но когда ты знаешь, что, ну, процесс ожидания смерти, намного более страшно. Вот, и они умирают много раз до того, как сама смерть. И когда все говорят о своей смерти, я в прощении с жизнью отношусь. Вот все говорят о смерти. А он в это время отказывается к ним присоединиться. И он создает свою реальность. Он образовывал и формировал, формировал в себе в голове своей другую реальность, что я не пойду туда, меня не назовут. Я вижу себя сейчас. Он находил там, слушая, как называют номера, что уже один, ну, допустим, 663 его номер. А он ему говорит, 664 уже назвали, 662 уже назвали. Он сразу, даже тогда он видит его тело, перейдевает, что меня сейчас назовут, меня сейчас позовут. А он говорит, нет, а я строю себе картину другую, что я вижу. Он начинает видеть зеленый, ну, не стены видит. Он начинает видеть зеленый, ну, природу видит. Он начинает видеть мирное время. Он видит, конец войны, что войны не будет, что мы абстралием сфаном, что я среди не, он сам, ну, шай себе а это. И что я, ну, вы идете сюда, буду преподавателем в университете, буду считать лекси студентам. И он видит себя в аудитории, в университете, территорием, что он будет иметь СМЮ, что он его будет деятель, что он будет это все потом рассказывать мир. Он внушает в себя другую реальность. Он не жил этим, то есть... Он не жил смертью. Он не жил переживанием. Он не жил то, что сейчас, в предыдущем времени сейчас. Это то, о чем я говорю. Что мы будем проходить разные моменты в жизни. Но главное, не жить этим, через чего сейчас мы проходим, а жить целью, он жить ту целью, которую он перед собой представит, что он тем будет. И так и стало. Всех убили, кроме него. Это ваша очень хорошая книга, «Сила концентрации». Там эта история, кстати, написана. Спасибо. Кто повторит, как мы назвали эту тему сегодня? О чем мы говорим сегодня? Те, которые били сегодня? Повторим? У тебя микрофон? Сегодня наша тема? Проигрывает тот, кто фокусируется на сегодняшних обстоятельствах, на сегодняшних трудностях. А выигрывает в жизни тот, кто фокусируется на достижении своей цели. То есть я на английском еще раз скажу. Лосер. 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 Лосер focus on what they are going through. Now. What is going through now? Что значит, через чего он сейчас проходит? Вот это его будет быть походу. То, кто живет, через чего он сейчас проходит, то, кто этим живет, то, кто переживает нынешние, нынешние ощущения, и так далее, тот обязательно останется в прошлом. Каждый. было кое-что говорит в рабочем threatened и teach а теперь концентраты И не фокусируются на то, через чего они шанс, а фокусируются на то, куда они идут, через 10 лет, через 5 лет, то, куда они хотят прийти. Потому что они на то фокусируются, на то концентрируются, этим живут. Но они скажут, и они создают что-то, что потом ждут их, чтобы они бандлитам пожелать. Поэтому, на английском языке, losers, focus on what they are going to do now. While champions, focus on what they are going to, and where they are going to. Они только думают, сосредоточены, и фокусируются на то, куда они хотят прийти. Куда они хотят прийти. Смотрите, это моя жизнь, можно помнить. А по мне, все только договорились. Да, всякие бренды, новые истории. Но, несмотря на это, вообще, я даже не слышу. Я даже не слышу, он до меня доходит по общине 34-й дороги. Я вообще не замечаю, я хочу жить завтра, послезавтра. Я заседаю будущее. Вот эти, которые будут денежные, они не дойдут до будущего этого. Или они дойдут туда только как зрители. А тот, который созидает, вместо того, чтобы обсудить сегодня, он у него будет уже будущее построено, когда это будущее придется. Я просто хочу дополнить. Когда-то мне приходилось один раз быть у вас на суде. И это так все было монотонно, читали это все дело. А я смотрел на вас, вас просто не было. Вы читали книгу себе «Божий генерал» и все. Вы не обращали внимания на это. А это прямо в суде, это очень наглядный пример, правда? Потому что тебе на суде, тебе на ван, да? Ну, а тебе говорят, что поливаю всякими грязами, и ты там сидишь, у тебя выбор. Либо ты будешь жить, а они же говорят плохие вещи. Либо ты будешь задевать, и ты будешь обетом в твою капиту. Поливаю,аааа Пока ты переживаешь, ты забematics beter. Пока ты переживаешь… Он pielвонит… … Пока ты переживаешь Какой-то уопухол, какой-то рак, болезнь, потому что ты переживаешь, phải… И потому что ты переживаешь из-за этого, ты даже сам не доложивешь до победы. А потом, когда победа, приходят, говорю Господи зачем я тогда переживал ? 80% всех наших наших переживаний… Наука уже доказала, что это не оправданно. Что когда ситуация проходит, потом мы просыпаемся, мы говорим, о господи, зачем я вообще переживал? А пока ты переживаешь, у тебя и болезнь, и нервы, и стресс, и то, и другое, и многие вообще не дожидают, не доживут, не доживают до победы уже. Они даже это не видят. То есть, победители и неудачники в том, о чем думают, и переживали о том, что сейчас мы чувствуем, и то, что мы сейчас проходим. Чувствами именно дьяволу и держи. Дьяволу хочет, чтобы мы сейчас думали и переживали за то, что это происходит. Потому что вот это и есть принадлежность во времени. Настоящие имеют только одна власть, чувства. И потому что мы, ну, чувства, тебе либо болит, или тебе хорошо, или тебе переживаешь, или... И очень тяжело людям оторваться от чувства, меньшиного чувства, чтобы думать о будущем, и концентрировать свое внимание не на то, что ты обидеваешь, а то, что ты ошешь. И это и есть большая разница между победителями. Победители, они всегда закрывают глаза и скрывают зубы на то, что сейчас происходит. И в это время они создают то, что они хотят видеть на будущее. Допустим, вот этот человек, который я говорю, девушка, да, что она, ну, сейчас уже 50-летняя, она никем не стала, у нее сейчас трагедия вообще, да. А вот чего? Потому что она не могла перебороть, не то, что не могла перебороть, но она не понимала эту истину. Ну, вы знаете, как люди говорят о будущем? Ну, еще успею. А никогда, да, оно не будет, сейчас разберу это, а это обман. Вот, то, что мы всегда говорим, что вот сейчас я разберусь с этим, я все решу вот здесь, все. А никогда не решишь, никогда не закончится, вот не решишь. Ты всегда что-то будет проходить, ты всегда что-то будешь, ну, что-то всегда будет происходить, что-то всегда будет разваливаться или, ну, ломаться вокруг. Поэтому, если ты будешь только этим не заниматься, ты отсюда не поднимешь эту голову. Да, поэтому тебе надо для себя определить цель, какую ты хочешь. Кем ты хочешь быть, как ты хочешь себя видеть, через какое-то время. И пусть основная твоя концентрация, 60% или 80% была на это, на ту сель, куда ты хочешь идти. И ты туда идешь все-таки, ты корабль туда идешь, пусть ты бабушка, но ты туда идешь. И если, ну ты решаешь какие-то здесь, но не всеми силами твоими. Может быть, ну чуть-чуть, только концентрация даешь, чтобы решать то, что происходит. А основное твое, это самое, концентрация должна быть на то, куда ты идешь. Вот, ну, это то же самое, что, допустим, у меня эти суды, да, которые, ну, брат сказал, как ты? Роберт, Роберт говорил. Вот, помнишь? А, ааа, да, оба я, не работают? Ну, хорошо. Вот, помниться эту суд сразу на что в этом, и благодаря этому, потому что это же идете. Либо я буду сидеть и только жаловаться, и только плакать. Вот за эти восемь лет у кого-то ничего вообще не произошло. А у меня вообще ничего вообще не должно произойти, потому что у меня прописка не везде, поэтому не должно вообще ничего происходить. Это дьявольская тактика, ты должен только этим заниматься. Вот. Это то, что дьявол всегда хочет. Но не так-то и вышло. Потому что я знаю принципы, не получается у меня, да? То есть дьявол хочет, чтобы я этим занимался, значит я понял. Хотя мне плохо, мне плохо, но я не буду подаваться. Я как раз на плод дьявола буду жить по принципам, по истине, а истина, чтобы заключается, не концентрируйся на этот суд, не живи этим судом. Благодаря этому суду, допустим, у меня есть что-то я вам рассказываю. Это было так, знаете, это было со стороны. Я думаю, я созидаю, я пишу новые ценности, мудрости. У вас не было там, просто тело здесь и все, а вас вот нету. Да. Это надо характер такой иметь сильный. Да. Характер очень волевой такой иметь. Потому что не выбрать именно синдром жертвы этой, а именно... Вот, вот это большая разница между победителем и, как вы говорили, неудачниками. Неудачники, они в основном живут сегодняшним годом. Они в основном живут то, что сейчас чувствуют. Ну, допустим, я уже пастор долгое время, да? Я за девушек скажу, молодым. Очень насмотрелся я. Когда им 18 лет, или, ну, когда им 16 лет, они приходят в церковь 16, 18, 17, 14 лет. И горячие все такие, любящие все, живут Богом и служат. Но когда уже 19 или 18, внимание мужчин со стороны, со стороны. Они имели мечты, я буду политиком, я буду примером, я буду министром, я буду кем-то. А потом, когда внимание, комплименты, и две подруги говорили, а я уже вышла, а я уже ту, а я уже ту. Кто-то уже животом. Кто-то ужеamy 거는, так много рублей, я даже舀 так. Потому что они не помогли человек на моем столе. Я не помогла. Да, чтобы он мог тебя прибыть таким образом, запрекончить. Ну, не только остановиться, это было бы полноценной беды еще. Остановился, стал себя хорошо. Но это же не его сил. Дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Просто остановить, это просто процесс. Чтобы ты проиграл в жизнь, чтобы ты стал лузером. А что значит лузером стать? Это значит жить в депрессии. Это значит жить проблемами, это значит жить обстоятельствами. Это значит стать сидимым, когда тебе уже 20 лет. Это значит, что ненавидишь всех, быть обиженным на всех. Это значит жаловаться на весь мир. Это темный мир. Это же не служение, это то, что диабы хочет. Если диабы тебя остановил, значит он тебя может утопить. Если он остановить, значит остановил, значит он может утопить. А надо, чтобы он тебя не остановил, чтобы ты не жил. Не то, что сейчас происходит, потому что сейчас будет всегда происходить шоу-годно. Разные будут всегда происходить. Но когда ты смотришь на… Это тоже самые те, которые посадились. Тот, кого-то посадили в тюрьму, и он ждет свободу, но ждет свободу уже 20 лет, прошел, уже все, ты уже никакой, а ты ждет свободу, когда свобода пришла, ты уже не пригодил, но когда ты там, а кто-то там сидел, и пока ты закончил один институт, второй институт, потом выходит, он в университете, он уже все, ногу со временем, он уже знает, компьютер использует, где-то использует, он уже все, и он не остановился, и он жил будущем. Когда я выйду, я буду, а ты не будешь, если ты не будешь этим заниматься сейчас, а с чем они занимались, обидой, саможалостью и так далее, это тоже как мы, и особенно маме, женщине, что дьявол, чем дьявол губит людей, ну, особенно советская система, это была демоническая система, дьявол что делать для людей, все, апреля, говорят, что это власть, пролетариата, в чем пагубность система, они определили и прописали для каждого, ну, образ жизни, найди работу, ну, садик, школа, работа, или институт, максимум, работа, и ты все, ты, это тоже самое, что клетку тебе поставили, и ты можешь только отсюда, отсюда идти, у тебя в ногах есть это самое, ну, и там, я снова нет дляBrother, ты не будешь всегда убивать 25 лет, силу, я тебе убил, и многоold gens умерли 25 лет, Умирают. В основном, даже 25 лет. Двадцать лет где-то все умирают. После школы все умирают. Двадцать один, двадцать два. Все умирают полностью. Почему? Потому что они знают, что заканчиваешь институт, выходишь замуж. Все. У тебя уже все, профессор. Выходишь замуж, рожаю, все. Иду на работу. Все! Твоя жизнь заканчивается. Действие заканчивается у людей. Ну, максимум двадцать пять. Потому что двадцать пять уже твоего ребенка дела. А потом что куда пошло? На работу. А потом все. Ждем семьдесят лет, чтобы тебя покоронили в семьдесят пять лет. Семьдесят лет. То есть все люди умирают в двадцать пять лет. И хоронят в семьдесят лет. Они только ждут похорону еще. А как нужно было жить? Нужно было жить завтрашним днем. Праведник верою жить будет. Они должны были жить то, чем будет. То, кем я хочу стать. Мечтой. Целью. Вот то, чем нужно жить. Мечтой. Целью. Завтра. Созиданием завтрашнего дня. Но когда тебе уже прописали все. Тебе дали направление. Все. Тебе даже не надо бороться. Тебе даже не надо к чему-то стремиться. Тебе уже дали направление. Ходи на работу еще. Или тебе на завод. Ходи на работу. Просто физическое тело ты только носишь. А внутри ты уже умешь. Ходи на работу. Вот самое страшное наследие Советского Союза. То есть это то, что люди улучшают, улучшают людей будущего. И живи только сегодняшним днем. То, что я сейчас говорю. То есть людей сделали лузерами с самого начала. То есть неудачниками уже сейчас. Потому что если ты не живешь в будущем. Ты ни к чему не стремишься. Ты сам уже знаешь, что у тебя жизнь уже остановилась. То есть ты можешь жить пока ты выйдешь на работу. Ты уже живешь на работу. Ходи на 40 лет. Ты уже умер. Ты уже родил своего ребенка. Все. Ты живешь на замуж. Родил своего ребенка. Все. Все будет. Ничего не будет. Турма. Это лишить человека будущего. Нет большего наказания. Самое страшное наказание это когда ты уже ничего не живешь. И поэтому какие мечты люди им дали. Если ты мужчина посади дерево. Роди сына. Построй дом. И если ты это уже сделал до 25 лет. Что тогда будет? Вот он будет на 6 лет. И умер. Жить смерть. Или если ты женщина. Выходи замуж. Закончил институт. Выходи замуж. Роди ребенка. И все. Ходи на работу. А это должна быть другая жизнь. Какая другая жизнь? Я должен постоянно рождать новые мечты. Новые исполнения для себя. Я должен жить завтра. Не уже сегодня, когда я уже все прожил. А завтрашним днем. Целью. Не знаю. Вот теперь давайте я вас послушаю. А то я говорю. Это не наш формат. Формат наш. Это не я. Каждый должен говорить. Да. 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 Ну дайте сначала Валентиней Григорем. Не садитесь. Да. Я прошла то, что вы говорили. Политехнический институт. И я пробилась там. И жизнь вернулась. Да. И жизнь вернулась. Понимаете. Слова. Принципы. Истины. Я сказала. Я хочу изучать. Вы знаете. Везде стали развешивать вот эти вот. Наклеено. Курсы изучения в Библии. Изучение в Библии. Изучение. Я смотрю. Раньше же этого не было. Но ради одного человека Бог может сделать все. Аминь. Для того, чтобы. Потому что он сказал. Все. Говорит. Иди. Я говорю. Конец моей жизни. Он говорит. Только начало. Если ты только ко мне обратилась. Это начало. И все. Это таки было начало. Великое начало. Слава Богу. Да. Да. Я думаю. Аминь. Аминь. Катя. Пастор. Невероятно то. Что люди стремясь к вот этому. Земному. К земному. И ограниченному вот этому существованию. Они счастливы. Если у них получается все это держать стабильно. То есть получается система создала такое. мировоззрение у человека. Что он чувствует себя. Ну. Достигает вот этих вот мизерных целей. И чувствует себя удовлетворенным. А на самом деле это ни к чему не приводит. Он теряет получается время. И уже в старости он понимает. Что это не было счастье. Получается ну это ужасно. И что я недавно изучала работу мозга. Как мозг воспринимает реальность. И как это относится к этой теме. Очень интересно. Мозг анализирует то что происходит. И на самом деле вот мы осознавая реальность. Мы осознаем только то что уже прошло. Получается что мы каждый момент. Вот сейчас. Вот вы меня услышали. И это уже прошлое. Ну. Потому что пока мозг проанализирует что происходило. И получается человек постоянно живет прошлым. Ну. И. Он может это перебить. Если он начинает думать на будущее. О целях. А? Получается. Ведением жить. Когда он живет ведением. Он себя транспортирует. Он себя переносит из этого прошлого в будущее. Да. И получается что мозг он реагирует на то о чем он думает. Если он сейчас анализирует прошлое. То он реагирует постоянно на прошлое. Это как будто бы гоняться за забитым гол мячом уже. Но если человек живет в будущем. То он может предвидеть где будет мяч. То есть если думать о будущем. То мозг будет анализировать как решать вопросы будущего. То есть в зависимости от того на что мы концентрируемся. Наш мозг будет давать определенные решения. Или мы находим решение для прошлого. Которое уже не актуально. Или мы находим решение для будущего. Которое для нас это наша жизнь. То есть мы проигрываем. Подожди пока держи микрофон. Мы проигрываем всякий раз. Когда мы живем только настоящими. В сегодняшнем днем. Мы всегда будем проигрывать. Потому что жизнь идет. Не солнце вокруг земли крутит. Или как нам говорят. А земля. Земля постоянно в движении. Что это значит? Земля постоянно в движении. Если ты остановился. То ты отстал получается. Ты отстал в прошлом. Ты вчера, позавчера остался. Поэтому чтобы жить на земле. Нужно видение. Нужно цель будущего. Ты всегда должен двигаться быстрее, чем земля. Крутиться. Крутиться. Двигаться к чему? К той намеченному тобой целью. Ты сам для себя должен наметить цель впереди. Которому ты постоянно стремишься. И пока ты стремишься. Ты живешь. Если ты не стремишься к завтрашнему дню. Ты остался в прошлом. Ты умираешь. Потому что движение земли собирает у тебя от настоящего. И становится завтра тут же. Потому что каждый день наступает ночь. А ночь что делает? Ночь собирает сегодня. А превращает его завтра. Выбрасывает его назад. И завтра будет еще ночь. Выбрасывает это уже завтра назад. Получается, что если я остановлюсь назад, то он выброс назад. Поэтому человек собран жить целью постоянно. Человек должен постоянно иметь какая-то цель перед собой. Тогда ты живешь в динамике. А что значит выбрасываешь завтра? Это значит ты остался там. А если ты остался там, это значит деградация начинает идти. Деградация физическая. Потому что то же самое, что ты не занимываешься движениями. Ты не двигаешься. Ты на месте. Физически и ты тоже начинаешь ехать. Ты никогда не проходишь. До этого тела начинает умирать. Тот же самое в жизни. Когда ты не двигаешься, значит ты не двигаешь. Нет движения, и твоя жизнь начинает контак. Весь человек начинает давить fosse. Поэтому сегодняшний принцип, сегодняшняя истина так звучит, что люди начинают проигрывать в жизни, когда они живут только то, чем то, что происходит вокруг них. Когда человек начинает жить только сегодняшним днем и реальностью сегодняшнего дня, он сосредотачивается на этом, и он хоронит себя в этом, а хороняя себя сегодняшним днем, это значит, что ты выбрасываешься назад, поэтому человек должен жить завтра, а те, которые побеждают в жизни, они побеждают только за счет того, что они ставят перед собой какую-то, намешают себе какую-то задачу, сель впереди, и они каждый день просыпаются, чтобы бежать, просыпаются, чтобы бежать туда к этой селе, к которой они наметили себя, и пока они осуществляют ту сель, к которой они наметили, они живут, у них энергия, у них сила, у них энтузиазм, у них настроение. То есть они постоянно идут против времени, после ветра, и сегодня, это я делаю сегодня, они сегодня не живут то, что произошло вчера, и не то, что сейчас происходит, они, вот, допустим, я сейчас планирую ехать в Африку, да, я еще в Киеве нахожусь, у меня даже прописка еще не снята, но я здесь живу, но кто из вас замечает, что я уже живу в Африке, кто-нибудь, это видно где-то? Да. А что-нибудь я делаю для этого или нет? Да. Книга новая вышла в Африке. Вот, книга вышла, еще кто-то замечает, еще, кроме книги? Каждый день, сколько раз в день? В Африке. В Африке. А что? Чем уже? То есть я живу в настоящей, ну, здесь физически в Украине, я на самом деле чем живу? В будущем. Я еще не поехал. А? Ну, я уже живу в будущем. Когда я туда попаду, не знаю, но я уже живу этим. Для меня пастор был очень хороший пример, когда был 2014 год и у нас в стране, то есть одно дело, когда у вас проблемы, да, а тут у нас у всех были проблемы. То есть война, кто-то убегал с Киева, с Украины, со всех. И за этот год вы издали больше 50 книг. Каждый месяц, столько работы. Новая книга. И я тогда говорил, что, говорю, смотрите, кто-то хоронит, закрывает, боится, что закроют его церковь, похитят. Русиане идут и так далее. А кто-то, и только этим и живут. А кто-то выпускает дальше книги, кто-то, то есть, кажется, самое неблагоприятное время, война, все очень плохо. Какой университет жизни, какие книги. Но вы как раз жили целью, и очень такой пример тогда и сейчас. И издать 70 книг за этот год, это, конечно же, по стандартному мышлению уму непостижимо. Ну, за два года, правда. Но все равно это же как раз, когда больше всего были обстрелы. В 2003-2008, да? Сейчас пока там какие-то проблемы вокруг вас, 82 миллиона в интернете. В интернете, да. Хотя вы же могли закрыться, могли там, ну, не вы, какой-то другой человек мог бы в депрессию впасть, остановиться, жить только этими проблемами. Очень хороший урок был. Да. То есть вы подумайте о себе. Я, правда, говорю об этом сейчас, но люди в церкви, то ли не хотят так же, то ли им тяжело так же. Но люди в миру, которые стремлены, они так и живут. Они живут постоянно какими-то планами. И на самом деле вот там жизнь есть. Жизнь не заключается в том, что сейчас происходит. Библия говорит, что праведным верою жить будет. Вера – это то, что на будущее. Вот жизнь есть, когда вы тянетесь к будущему. Когда вы тянетесь к плану, к цели, когда вы живете. Все остальное время вы не живете. Давайте вспомним с вами наших дедушек и бабушек. Коммунизм просто погубила жизнь. Ходили на завод по 40 лет, по 30 лет, но толку. И не с чего показать сейчас. Потому что им… Они им не говорили вот эти вещи, что мы сейчас говорим. Люди не знали эти истины. Люди не жили по принципам. Люди не жили по истине. Люди просто считали книги какие-то стандартные. Имя, математика, физику и все. А в принципе жизни люди не научены. Поэтому что происходит? Люди начинают жить детьми. Потому что дети – это настоящее то, что у них есть. И это зачастую единственное, что они вообще видят. И что замешают. Они даже не видят ничего, кроме детей. Почему? Потому что они начинают контролировать детей. Как будто это их… Ну, и это дети начинают раздражаться. Дети начинают обижаться на них. Потому что никто не хочет, чтобы их связали и… Ну, дети хотят жить своей жизнью. А родители начинают контролировать своими. Ну, останавливать эти детей. А дети начинают обижаться. Почему? Не жить, а? Навязывать свой образ жизни. Да. И навязывать свой образ жизни. Просто контролируют. Как ты? Привет! Как ты? Мама! Мне надо жить! Почему у них такое происходит? Потому что у них нет картины. Ни к чему стремиться больше. Ни чем заняться. Они уже родили этого ребенка. Заняются-то есть чем, но ни чем жить. Они занимаются квартирой, они занимаются огородом, они занимаются внуками. Занимаются-то, занимаются работой. Занимаются. Но чем-то заниматься постоянно, это еще не жизнь. Жизнь не заключается в бегетне. Жизнь не заключается в суете. Жизнь – это не сплошная деятельность. Потому что только дурной голове ногам покоя не дает. То есть именно дурная голова. То есть то, что когда человек только чем-то занимается, это всего лишь признак дурной головы. Потому что люди, то есть не эта жизнь дает, а жизнь дает другое. Все, что приносит человеку удовольствие жизни, удовлетворение жизни, это совсем другая вещь. Какая? Не просто чем-то заниматься, а чем-то тянуться. Чему-то тянуться. Чему-то тянуться. Чему-то тянуться. Будущему. Когда ты начинаешь видеть невидимые, проекты, цели, которые ты видишь, никто больше не видит. Это как плавание. Я сейчас учу плавать. Вот когда ты к этому тянешься, ты тянешься к этому невидимому. Вот это как плавание. Это то, что тебя несет. Ты несешь туда. Ты идешь вперед, потому что ты к чему-то тянешься. Но когда ты не к чему-то не идешь, не тянешься, не к чему-то тянешься, то состоится на месте и ты тонешь. Тонешь не потому что ты в воде, а потому что ты не тянешься туда вперед. Ни эти движения, да? То, кто плавает, он тоже в воде, но он тянется. Поэтому не тянешься. Поэтому не тонешься. Не тонешь. А тот, кто тонет, он в воде тоже, но он не тянется, он и идет вперед. На дно тянет. Я хотела сказать еще такой пример. Если мы реагируем на то, что сейчас происходит, это как тушить пожар вот здесь и сейчас, который происходит. И если мы будем просто бежать туда, где загорелся огонь и тушить его, то мы не сможем побороть пожар. Пожарники так не борются с пожаром. Они окружают пожар, они смотрят вперед, как он будет развиваться и окружают его, чтобы погасить его и не дать ему распространиться. Получается, каждый раз, когда мы реагируем, мы просто тушим пожар, это расход ресурсов, это расход энергии, который не приводит вообще ни к чему, никакому результату. Получается, я сделала такой вывод, что деятельность это еще ни о чем не говорит. И что деятельность, если она не направлена на создание какого-то продукта, если она не приведет к результату какому-то, к продукту, то это не жизнь. Или к будущему какому-то. Это не жизнь. Да. То есть, поэтому многие люди думают, что жить это значит заниматься чем-то. Мне надо чем-то заняться. Нет. Надо заняться что-то, что тебя оттянет вперед. Надо заняться что-то на будущее. Надо тянуться к будущему. Надо идти к будущему. И когда ты живешь этим будущим, тогда ты живешь. Потому что, если ты только занимаешься сейчас, на сегодняшний день, это становится завтра-завтра же. Ты остается на завтра. Я приведу пример из своей жизни. Я когда осталась без квартиры, переехала в первое жилье. Сразу начала все расставлять вещи. Месяца два на это потратила. Потом второй раз такой же был переезд. Я опять приехала, начала вещи раскладывать. Опять месяца два потратила. Потом третий, четвертый. Теперь я приезжаю в новое жилье. В коробках достаю самое необходимое. Пишу цели на это жилье. Это уже несколько последних переездов. И достигаю. Каждый раз я стала переезжать в лучшее жилье. А раньше я переезжала все время в худшее. То есть начала, потом раз в худшее, опять в худшее, худшее. А сейчас я заметила, ну мне говорят, почему ты часто переезжаешь? Я говорю, потому что то, которое я жила, меня уже не устраивает. И сейчас я езжу в лучшее уже жилье. Потому что я цели стала прописывать. У меня еще есть вещи в коробках. Меня это не беспокоит. Я постепенно в течение года там разбираюсь или выбираюсь, что мне надо. Вот я вообще-то для себя, что я всегда радуюсь проблемами. Потому что проблемы это то, что это одна из самых больших мудрости Божьей, которую Бог создал для нас. Проблемы толкают тебя с места, чтобы ты не соседелся и не устоял, да, не состоя, чтобы не было. Проблемы заставляют тебя шевелиться. Проблемы заставляют тебя. Вот, допустим, когда у меня комфорт, когда у меня все спокойно, я знаю, что у меня проблемы. Либо я сам создаю сам себе проблему большую, которая заставляет меня. А как создать себе проблему? Начинай придумывать цель новую. Задачу. Если у тебя нет, ты не двигаешься к новой задаче, у тебя проблема. Поэтому ты не можешь себе найти место. И эта проблема потом утонет тебе в прошлое. И чтобы она тебе не утонула на завтра, на вчера, тебе нужно самому тянуться уже на завтра. Ну что ж, кто-то учится, чем-то поделись. Потрясающе. 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 Вот. Или как люди думают мерками зарабатывание денег. Для чего, да? Это вообще… это действительно, знаете, это образ, который навязывает. Иди на работу, чем больше… и смотри, какая у тебя зарплата. Это… А к чему? Должно быть цель для этой зарплаты. Ну деньги, да. Я знаю, что мне сейчас нужно на телевидение выходить. Для этого мне нужно каждый месяц, допустим, 10 тысяч долларов. Поэтому уже есть интерес на что работать, за что работать. Да, да, да. И уже есть цель. То есть я теперь иду, работаю, как папа Карла или как там… Ну, начинал пахать, чтобы эти деньги хватало. Потому что я знал, что… Я эти деньги на что-то направлял его, чтобы люди пришли к Богу. И я… Ну… Есть цель для чего… Почему депутаты, они… Ну… У них проблемы. Потому что они сначала зарабатывают деньги. А потом отдают, ну, на какую-то политическую партию, чтобы стать депутатами, чтобы сохранить это. Потом сохранили, а потом уже всё. Почему люди становятся потом гомосексуалистами, там, извращенцами, ну, самоубийством, потом пятницами и так далее. Потому что уже не знаешь, куда давать. Уже нет цели. Ты уже ни к чему больше не сравниваешь. Ты уже приехал. Так как только что ты пришел, ты остановился, ты остался назад. Но пока есть новую цель, ты двигаешься, ты созидаешь, ты сражаешь что-то. Деньги ради денег разрушают человека. Как написано. Корень севзол – что? Сребролюбие. Не богатство написано, не изобилие, а сребролюбие. Да. Потому что тебе надо любить не деньги, а цель, которую эти деньги должны достигать для тебя. Это средство, через которое ты должен достигать какую-то цель. То есть я как бы и деньги приходят на материальные ценности. То есть те, которые ты создаешь именно. Вот на это деньги, да. И тогда действительно эти деньги начинают приносить пользу. Как для тебя лично, так и для других. Да. Вот девушка. Я тоже хочу сказать о работе, о деньгах. О жизни на каждый день нельзя. Нельзя и так же и, допустим, потеряться, вот если вы поставили себе цель, и, допустим, цель у кого-то больше, у кого-то меньше. Нельзя даже и потеряться в этом процессе. Потому что денег, допустим, никогда не будет достаточно. Я не знаю, сколько их надо иметь, чтобы было доволен. Поэтому деньги не должны быть целью. Не должны. Ни в коем случае. А деньги для чего-то. Должна быть цель, ради чего деньги зарабатываются. Да. И надо еще в этом всем понять, что время от времени нужно либо специально останавливаться, либо правильно планировать свою жизнь так, чтобы ты понял, что ты не живешь постоянно, как бы, ну, как бы, я не знаю, живешь не живя. То есть, допустим, выбирая даже себе какую-то деятельность или средство зарабатывания денег, вот я себе сейчас ставлю такую цель, чтобы не просто туда ходить, да, и постоянно вот только, ну, пахать на цель. Я еще должна в этом всем иметь время и остановиться, и почувствовать этот миг им тоже прожить. То есть уже по-другому надо иметь подход вообще планирования своей жизни. Почему, ну, состоятельные, серьезные люди, они знают, сколько стоит их жизнь, они знают, сколько стоит их день. То есть, если, допустим, ваша зарплата на сегодня вам не позволяет, ну, жить так, как вы хотите, и ради этого вы будете тянуться пять лет, и у вас этого ничего не выйдет, вы просто потом разочаруетесь и повернетесь и пойдете назад, это тоже не прикольно. Я, например, понимаю, что надо теперь так планировать это время, чтобы сделали, да, вот, какой-то объем и остановились, и начали развиваться параллельно еще в чем-то где-то. Поэтому, ну, просто... Такой вопрос вам всем, да, вот, как наша страна, люди, которые мы видим вокруг себя, и даже о себе, давайте судим по себе. Вот эта концепция, о которой мы сейчас говорим, об этой концепции, да, насколько она вообще, ну, популярна или применима в нашем обществе, в нашем кругу и даже у нас лично. Это течение, ну, честно, давайте честно, вот. Вообще, мы это поставили на рейс, но пока нет. Нет, конечно, люди теряются в процессах, просто каждый все равно. Серьезно, да? Серьезно? Мне просто интересно знать. Серьезно? Да? Просто если человек не спасенный, не... Не надо спасенным, мы все спасенным. Ну да, просто живут проблемами. Я просто могу сказать, я просто могу сказать за молодежь, просто, ну, я... Для них, как бы, ну, если нету современного телефона или машины, то, значит, все, они оставшие от жизни. Они не спорят. Да, может, если, если нету ш... Ты это переживаешь, да? Конечно. Если шестого айфона нету, значит, все, значит, я... Нет, нет, я просто интересно другому. Почему этим переживаю? Допустим, я, когда я был молодым, да, я был в университете, мне 21 год. Вы знаете, о чем я думаю постоянно? Я должен так учиться, чтобы я мог найти работу, когда я выйду. И чтобы найти такую работу, чтобы я мог расти, чтобы я мог стать кем-то в жизни. Мне надо кем-то стать в жизни. И поэтому, пока я, 21 год, я так наращивал мести в себе. Я наращивал знания, наращивал мудрости. Вот, ну, я тоже одевался нормально и так далее. Но, может быть, на 10% времени или 20% времени на это все. Ну, этому всему уделил. А 80% времени на создание будущего. Потому что я отознал, что мне же надо потом жениться. На что я буду жениться? Ну, за счет чего я буду жениться? Мне надо потом где-то жить. За счет чего я буду жить? Мне надо потом, ну, детей воспитывать. За счет чего я буду послать лучше. Я хочу, чтобы они лучше меня имели. За счет чего? Я должен сейчас уже наращивать силы, чтобы я мог стать таким успешным, чтобы я мог себе это все позволить. Вот. Это же очень просто так думать. Допустим, для меня это так просто. Я не думаю, что все так думают. Пастор, это вы так думаете. А сейчас думают, мама-папа поможет или там связи помогут. Не, а если нету мамы-папы? Все равно не думал так, да? Все равно. Да. Понимаете, просто многие хотят вот среди молодых... А везет, говорит девушка. Среди молодых ребят. Что люди думают, что папа везет как-нибудь, да? Среди молодых ребят многие живут сегодняшним днем, говорят, нужно жить сегодняшним днем, нужно веселиться, чтобы было что вспомнить в старости. Да. А ты говоришь, что этими... Ну, то есть своими воспоминаниями ты в старости ничем не поможешь. Если у тебя была бурная молодость, если ты не учился, не развивался, то когда тебе уже 50 лет и ты уграни... Эм, при чем тут вспоминания? Хорошо, давай тогда ты мне рассказывай твое воспоминание в 20 лет. Сколько тебе сейчас лет? 28. Да, 28. Хорошо, давай живи в 20 лет, когда тебя было. Ты уже ничего... Никто ничего не поминает. Конечно. Конечно. Так что с воспоминанием это иллюзия. Нету ничего такого понятия. И молодость проходит. Нету. Молодость проходит, надо брать от молодости все, а учиться, развиваться это так скучно, и надо сейчас брать от жизни все по максимуму. Вот такой вот девиз. Да, но это все иллюзия. Но получается, но вы мне помогли. Аня тоже хотела сказать, что люди не живут, как я сейчас говорю, да? Люди не живут в будущем. Цели. Да, объясни это. Как ты... Твой опыт, как ты... Ну вот они живут процессом, они в них застрают. Если человек ударился в зарабатывание денег, он уже потерял свою цель, он уже настолько втянулся, его уже нельзя вытянуть ни в развитии, его нельзя вытянуть даже не в семью. Он, в принципе, задавал себе правильную программу, но где-то просто в этом процессе ушел. Он ушел в свое время, допустим, где-то и от Бога в чем-то. Уже у него нет времени ни на молитву, нет времени ни на то, чтобы почитать какую-то книгу, что-то для себя, какой-то новый навык выработать. Люди даже, допустим... Получается, давай тогда не будем о других говорить. А нам тоже так, да? Нам тоже тяжело вот так жить, да? Жить целью, как я говорю сейчас. В основном мы живем настоящим, да? Я, например, вот мне тяжело, я не люблю дискомфорт. Я люблю, как сказал кто-то, да, брат или Роберт, сказал о том, что... Или Катя говорила, что мы привыкли к комфорту. Мы сами себя загонять в обстоятельства не очень любим, но уже по опыту я понимаю, что нельзя, нельзя оставаться в стабильности. Даже если на данный момент это более-менее все гладко, все равно надо ставить, надо себя заставлять и вытаскивать из этого состояния. Потому что человеку, как эгоист, ему свойственно все-таки стремиться к какому-то мало-мальски комфорту. То есть добился, допустим, какой-то маленькой цели, уже где-то в чем-то можешь и приостановиться. Ну, хорошо, допустим, я хочу комфорт сегодня, да? И я хочу комфорт сегодня, но я-то знаю, что комфорт сегодня пройдет, когда она пройдет. Мне же нужно думать о комфорте завтра. Мне же хочется иметь комфорт, чтобы большой дом был. или еще бы... А? Вот я, например, понимаю, что мне вот именно вот, как бы посещение общений, чтение книг и именно загоняние себя вот этот новый менталитет, оно мне дает двигательную силу подниматься и идти делать. Потому что оно еще внутри вот так вот не приросло. Вот у кого-то есть желание просто, допустим, да, как вы говорите, просто пожить для себя. У меня уже есть мысль и есть опыт, что это неправильно, что это плохо, что завтра будет больно. Мне просто вытаскивать себя еще приходится. Вот кому-то уже, допустим, как пастор, у него на автомате это идет. А мне еще приходится себя включать, то есть сознательно включать. Луда, Луда. Каждого построить. Луда, ты сказала, что люди так не делают, да, в основном? Ты возьми микрофон, скажи. Как ты? Как твой опыт? Или ты? Ну вот сейчас вот спасибо вам за эту тему, потому что… Вот тебе сейчас, ну, может не надо сколько дать? Ну вот… 38. 38. Вот тебе сейчас 38. Как ты заседаешь будущее? Мне интересно. Или ты еще не живешь этим? Ну вот сейчас эта тема, она так… спасибо за эту тему, потому что я приехала учиться в Соснавин, я с сельского поселка, поселок. Итак, для меня это были трудности приехать в Киев, здесь преодолевать трудности, вот проблемы, они меня закаляли, ну, закалили здесь. Я изменилась. Меняются ваши книги, взрываются вообще мне мозг. Меняется. Но, как вот сестра сказала, я хочу развиваться и развитие в процессе финансовом и во всем немножко… у меня были планы, вот видение, вот я хочу тут это добиваться, идти вперед, все. Но процесс работы, вот сейчас вот говорю о сестра… Получается, нынешним, то, что мы говорим, что настоящее… Да, да, да. Она остановила вот сейчас, и вот в этом процессе я вот реально потерялась, получается. Немножко остановка пошла. И сейчас такое бывает, да, с людьми? Ну да, потому что ты ходишь… это баланс всего, нужно настолько вот… планирование всего, работы, учебы и всего, оно должно быть на уровне, а мы… да, 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 оно должно настолько быть, ну, наверное, жизнью нашей. Потому что если мы хотим одно, мы… вот я хотела учиться, я хочу учиться, развиваюсь, но процесс финансово тоже развивается там, вот я швея, и я повышаю квалификацию, и я вот немножечко с Богом так вот, я понимаю, что где-то уже чуть-чуть в работу вошла, и оно мне нравится, это все, и хочу потом это развивать. Ну вот это вот… Теряемся, да? Теряемся, да. То есть увлекаемся все-таки, да? Как бы хочешь хорошего, ты стремишься, ты не отходишь ни от чего, но вот этот вот где-то клин уже, наверное, уже… да. А наше окружение, моё окружение тоже и так, но… Но окружение влияет, если ты работаешь вот с верующими, вот если меня… А при чем тут верующие? Вообще людьми, в основном окружение какое мы находимся? Люди, которые стремятся к будущему, которые живут в будущем, или как люди вокруг нас? Вообще во всех… то есть во всех сферах должно быть тоже… ну окружение влияет, во всех… А какое у нас на самом деле? Разное… ну окружение… Разное… Ну разное… Это в основном какое? Ну да… И это какое? Это будущем живут или настоящим? Я скажу… Настоящим… И очень редко живут в будущем, очень редко… Да, да… В основном проблемы прошлого, настоящего, а в будущем очень считанные единицы, которые вот… Живут там, да? Да, живут… Очень считанные… Я очень благодарю вас за книги, которые… Это просто вот кладезь такой, что… Ну… Спасибо… Книги помогают… Да, очень помогают… Знаете, сейчас в основном люди живут действительно заработать деньги и выжить… Настоящим… Настоящим, да… И… Знаете, если нету цели… Если действительно нету туда, куда ты стремишься… Ты так и будешь жить… Так и будешь жить… Вот… Ну у меня прошлый год произошла трагедия, да… И… Ну… Я даже не знаю… Или… Это внутри так заложено было, что вот… Прорываться всегда… И вот… Ну прошло чуть больше года, да… Как у меня сын погиб 18 лет… И… Сейчас этим я не живу… Прошел год, знаете, всего… И я другой раз ловлю себя на мысли, что я забыла уже… Ну… Знаете, как ушло уже… Сначала было полгода больно, но потом просто ушло… И я понимаю, что я живу целью… Я сейчас учусь… Аминь… Учусь сейчас… Я знаю… В следующем году я поступаю в магистратуру… Знаю уже куда… Да… Вы знаете… И вот именно вот та цель была… Чтобы… Ну… А кому-то 20 лет… И кто боится поступить… Ну… Как бы… Вот… В домашней группе мы учились… Да… И была цель… Я так благодарна Богу, что в то время… Ну… Как бы, знаете… Сфокусировалась… И… Были мысли такие… Оставить на следующий год… Знаете… Вот… Бросить немного… Но… Когда было закрытие… Да… Домашней группы… Я говорила… Боже… Спасибо тебе… Что ты дал мне силу прорваться… И ты мне надо дойти до конца… Вот… Вот… Но молодежь… Вы знаете… Пастырь… Нету… Мотиваторов дома… Вот… Которые будут говорить… Нету тех людей… За которых они могут смотреть… Вот у меня сейчас внучка… Она в школе училась… Знаете… Я ей говорила… Она сейчас пошла в колледж… И я ей говорю… Слушай… Смотри на будущее… Смотри… Учись… Если ты будешь хорошо учиться… Ты будешь… Ну… Ты найдешь работу себе хорошую… И сейчас она так стала учиться… У нее оценки… Если были там… Шесть… Семь… То сейчас у нее девять… Десять… Одиннадцать… Знаете… Она пошла… Целый… Ну… Вечерами приезжает… Тяжело… Тяжело… Но я смотрю… Вот девочки… Она вообще… Вот девять классов… Я ее толкаю в школу… А она никакую… Я ее устроила… Ну… Я смотрю… Что… Мама говорит… Да сиди дома… Будешь помогать… Понимаете… Ну… Молодежь… Если мы не будем их мотивировать… Не будем им и заниматься… Они так и будут сидеть… Ну… Зачем… Зачем говорить… Это надо… И коммунальные услуги оплачивать… Надо… И то… Надо… И то… Я решила не брать субсидию… Вот… Работать… Чтобы… Как бы… Сеять… Вот… И будешь… Я говорю… Повышенную стипендию… Но на это мы не пойдем… Учись… Вот… И вы знаете… Я сейчас тоже работаю… И домработницей… Работаю… И нянечкой… Вот… И когда я задумал… Что я вообще делаю… Ну… Но я понимаю… Что… Я не боюсь работы… Я понимаю… Что эта работа… Знаете… На пути к цели… Надо работать… На пути к цели… Нужно брать… Ну… Тебе дают возможность… И ты… Я понимаю… Что два-три часа… Я заработаю деньги… Амень… Но живу целью… Я иду туда… Мне… Мне без разницы… Там помыть… Унитаз… Убрать… Там все-все… Но у меня есть… У богатых тому… Таких людей… Можно сказать… Я хочу… Возразить… Я вижу… Как меняется Украина… Как видится… Меняется молодежь… У них совершенно сейчас… Другой менталитет… И они даже ценности выставляют… А какой менталитет? Ну… Такой… Я знаю… Что ваше учение… Они там меняются… Да… И они современные… Потому что… Важно… Чтобы не просто… Они современные… Они молодые… Но надо… Чтобы они… Жилищем… Будущее… Не только будущем… А целью… Чтобы они… Чтобы они умели… Это ставить перед собой… Но если на сегодняшний день… 75% людей… Которые рожают… Важно… У кого… Мало.. Родители… Как их называются… Ну… Как мы называем… Мало… Мало… Но… Мало… Молодец… Мало… 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 Роженец… А, нет, а малолетки с пятнадцати до восемнадцати рожают в Украине. Больше всего. Это значит отсутствие цели, это не молодежь, вот чем живут. Значит цель, лететь цель. Я сейчас общаюсь с молодежью через своих внучек, вы знаете, два языка, она уже окончила столько, она вперед строит себе жизнь. Но не все такие. Но все равно я это понимаю, что уже, вы знаете… Может быть, кто-то правильно доставил этого. Да. Может быть, мышление, ваше учение принесло изменение менталитета в Украину. Это я точно знаю. Но не у всех пока. Но те, как припали в это. Все в интернете вас слушают. Слава Богу. Да? Ну, я с молодежью общаюсь зачастую, и у них у многих есть мечта. Но сегодняшняя забота о том, что ему надо одеваться сегодня, ему надо платить за квартиру сегодня, а не просто вбивать свою мечту. Потому что, когда они… Слушай, что ты делаешь на этой работе? У тебя же такой потенциал. Как ты себя видишь? Я вижу себя в офисе. Я вижу себя на хорошей работе. Я вижу себя умный, образованный. А что ты делаешь для этого сегодня? Ничего. А как ты думаешь туда попасть? Ну, возможно, как ты мне повезешь. Обязательно. Да, да, да. А вот таких вот, как Валерий Григорьев рассказывает, это больше… Единицы. Единицы, и это больше заслуга родителей, которые вкладывают в этих детей с детства, заставляя их работать над собой. Потому что я скажу по себе, что я, к примеру, переехал в самый высокий дом в Украине уже в этом году, в феврале. Ну, это было для меня вызовом на самом деле. Вот это одно из самых лучших мест в Киеве вообще-то. Самый центр Киева, да? Это возле Печерска. Это Печерска. Возле Правоксбанка. Да. Для меня это было вызовом. Потому что, как бы, если смотреть с точки зрения логически просто человека, ну, надо было себе что-то попроще, подешевле, вот, как бы, и туда идти. Но я четко понимал, что мне надо идти туда. Период. И знаете, я должен сказать, Бог благословил. Именно вот мой шаг, мое действие именно благословил. То есть это не просто, у меня там лежит, там, сто тысяч долларов, с которых я себе, ну, я планирую, я себе выплачиваю. Нет, я работаю, как бы я делаю. Но я стремлюсь. И Бог больше еще дает. Еще больше дает. Вообще другой уровень. И я вам больше скажу. Теперь у меня, ну, у меня мысль такая. Не просто это для себя. А люди, которые со мной общаются, я им теперь тоже помогаю это сделать. Чтобы они точно на таком же уровне были. Вот. И я вам скажу, четко, ну, знаете, у меня очень, как бы, есть, откровение, что верою позднем, что веки устроены словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. И следующая фраза. В ней именно свидетельствуют древние. То есть те, кто именно, мы на кого равняемся, как пастор, мы на них равняемся, они именно в этой вере засвидетельствуют, что из невидимого произошло видимое. А невидимое это же не прошлое. Прошлое это уже видимое. Настоящее тоже видимое. А что невидимое? Ведение, мечта, сель. Завтра невидимое. И невидимым надо жить. Кто, кто живет невидимым, тот и живет. А тот, кто живет вчера или сегодня, тот умер уже. И другое, опять же, написано, да, что не сообразуйтесь с веком этим, да, или с миром этим. Греческое слово использовано космос. То есть космос, это имеется в виду устройство мира. Не просто устройство, то есть навязанный образ жизни, навязанный образ мышления. Но преобразуйтесь духом ума вашего, да, обновляйтесь постоянно. То есть не живите устраивание себя, ну, жизнью вот такой, а жить жизнью, верой, будущей. Да, и вот этот мой переезд, он тоже, он к чему-сю, я работал именно над собой, над изменением себя внутри, над пониманием себя, то есть и это дало мне толчок дальше двигаться. Вот, класс. Да. Мы остановились на таком интересном месте, что вы сказали, что вы себе поставили такие вот цели, да, и вы движетесь уже, ну, как бы в больших целях. Ну, говоря о целях, мы же понимаем, что в миру цель это поехать на отдых, построить себе дом, как вы сказали, удачно выйти замуж и обеспечить себе телефон и шубу на каждый год. Разве это можно считать жизнью целью? Нет. Разве это можно вообще считать… Это и есть ЮЭТа, о котором мы говорим. Вот. Это и есть обустроение космоса, о котором мы говорим, об устраивании жизни. Потому я говорю, что сегодня я наблюдаю такую тенденцию, мы с сыном ездили на конкурсы в музыкальный институт, и я вижу много талантливых детей, подростков, детей, которые имеют реально и мечты, и будущее. Но разговаривая с ними, я понимаю, что родители, во-первых, не поддерживают, потому что и мне, когда они заняты суетой. Соответственно, они на это смотрят, даже как не на цель, что ребенок развивается ментально, он развивается как бы вообще интеллектуально, душевно. Вот, допустим, давайте я вам расскажу, как мои дети живут, допустим. Вот у меня есть три детей, трое детей. Сын, сыну восемнадцать лет, будет девятнадцать сейчас. И он поехал, послали его на образование. Ушится в университете, да? Он учится там. Почему он учится? Он сам выбрал. Хочу стать юристом, адвокатом. Окей. Почему? Хочу, он соединяет юрист и бизнес. Юрист и бизнес. Хочу стать великим специалистом, чтобы защищать бедных и слабых людей. Благородно. Цель. Благородно. И из-за этого он учится. Вот. Почему бизнес тогда? А потому что я хочу через юрист диспенсии зарабатывать, но и деньги заниматься, и деньгами заниматься, бизнесом. Почему? Потому что я был в Африке, когда мне было одиннадцать лет. Я видел бедных людей. Я хочу бороться с бедностью. И защищать, не защищать, люди, которые не имеют денег. То есть человек пошел, и из-за этого он меня не видит, ни папу не видит, ни маму не видит. Никого не видит. Никого не знает там. Но он себе восемнадцать лет, ну, даже времени разговаривал с нами. Он учится на двух, это самое, чтобы, ну, стать кем-то. Это одно. А потом у нас здесь две девушки. Очень тяжело их видеть. Только в церкви или где-то. Почему? Потому что одна из них хочет делать, ну, творческие, это самое, изменить свой мир. Другой из них хочет стать писателем и это самое, и пишет уже много. Люди живут в будущем. Поэтому я не понимаю, вот, как мы тогда живем. Вот такие вот мелкие души, мелкие жизни, мелкие цели. Мелкая жизнь. Поэтому, когда ты говоришь о том, что телефон и отдых или что-то. Это не цель вообще, это не может быть целью. Это может быть, действительно, как бы, ну, необходимость сегодняшнего дня где-то в чем-то. И то не у каждого есть такая, действительно, запрос необходимость. А тот же дорогущий телефон, а тот же непомеренно дорогое жилье, если в этом жилье можно решать вопросы сегодняшнего дня и завтрашнего дня. То есть нужно по-другому смотреть. Вот, когда у нас тренер моего сына говорит, что у меня душа болит. Нормальных барабанщиков, специалистов, их, в принципе, в Киевской области нету. Есть люди, которые играют, которые проводят детям занятия и уроки платные. Говорит, специалистов нету, у которых живет в сердце искусство. Уметь самому профессионально и научить других. И донести до мира красоту. Мы должны донести до детей, что телефоны, ну, это все. Машина, что это не цель. Нет! Это вообще не цель. Это... Родители должны это детям говорить. Они должны их вдохновлять. Для чего ты пошел учиться? Многие приехали учиться, девушки приехали учиться. Они ходят, они учатся, они как-то стараются. Во-первых, чтобы маломальский какую-то зарплату иметь, чтобы с голоду не умереть. Во-вторых, чтобы удачно в столице выйти замуж. Это два. Они этого не озвучивают, но я же вижу статистику. Сколько приезжают и остаются. В Киеве выйти замуж. Хорошо. Тогда давайте так подумаем. Давайте начнем с себя. Себе сейчас. Давайте каждый напишет для себя. Она для себя сделает. Где моя невидимая цель? К чему я остаюсь сейчас? Какой целью? То, что ты бы хотел сделать. Кем ты бы хотел стать через десять лет? Или через пятьдесят? И для чего вообще? Для чего? Для чего хотелось? Это должно быть то, что связано с тем, что Бог влечит на свое сердце. Свое призвание. Твоя миссия. Потом в два. Что я для этого уже сейчас делаю? Если я пока не делаю, что я смогу делать для этого? Что я могу делать для этого? Никогда я нашел это. Ну, например, вспомнилась тем, что в моих каких-то там, допустим, тоже… Если десять пунктов, начнете хотя бы с самого простого пункта, а потом добавить второй, третий. Как? Я вот для себя вот даже в две ночи, я поняла, что в какой-то момент в жизни мне банально не хватало вот даже денег, чтобы пойти, допустим, туда, куда я хочу учиться, допустим. Или там элементарно высвободить себе время, больше времени выступить, чтобы даже развиваться, какой-то новый навык привить. Почему? Потому что суета она затягивает. И постоянно в одинаковой деятельности человек, когда живет. Это же тоже, ну, он в этом умирает. Но я вижу твою жизнь, допустим. Ты два года или три года назад начала ходить сюда, на общение более активно. И если ни мяса, ни рыба, ни мяса раньше, да? Вообще. Ты стала сначала развивать себя, развивать себя. Ты стала более сильной. А это важно. Ты никем не станешь, если у тебя внутри сформироваться. Внутри надо сформироваться. Чтобы у тебя хватало силы. Почему люди говорят, что у них сил не хватает, они сбиваются. То есть сначала развивать себя. А потом ты, если ты себя созидаешь быстрее, ты потом не сможешь созидать вокруг себя. Потому что ты начала это делать. А потом ты стала наружу вокруг себя, созидать клуб, да? И так далее. С другим служить. С другим помогать. Служить. Ну, вести. И лидерам, значит, для других, как он так говорит. То есть, получается, что надо уже нам написать. И каждый день потом измерять себя. Живу ли я для той цели? Иду ли я в это направление или не иду? То, что я сейчас делаю, то, чем я занимаюсь каждый день, это приближает меня к той намешенной цели или нет? То, чем я сейчас занимаюсь, оно в это же направление или в обратную сторону меня ведет? Да. Хороший вопрос. Я вот раньше думала, вот тоже в замкнутом клубе, классно, все сидишь, но это же должно быть какое-то тоже развитие. Я, например, когда начинала вообще заниматься, ну, каким-то образовательной, общительной деятельностью с женщинами, мне была такая, ну, такая картинка, представляешь, что это будут другие женщины. Это будут женщины, у которых, допустим, что-то уже есть, какое-то положение в обществе, как-то на них влиять. Как их можно поймать, если ты не попадешь хотя бы хоть где-то сбоку в их окружение. И вот сегодня, допустим, зарабатывая деньги, я уже себе ставлю цель не просто там зарабатывать деньги, но с этими же женщинами, уже с которыми я не могла вчера встретиться, в других местах уже там с ними хоть как-то общаться, работать. А у них же те же запросы, что и у других людей. Они тоже ищут счастья, они тоже хотят цели, у них тоже, допустим, есть больше возможностей, но они не понимают тоже для чего жить. Потому что в основном все их вопросы решают их мужчины, и они вообще ничего не решают в жизни. Большинство таких сегодня есть. Или, допустим, те, которые живут, они ставят только себе одну цель зарабатывания денег, хороших денег всю жизнь, чтобы вечером спустить это все на вечеринке, на элитной крутой вечеринке. У них те же проблемы, что обычных наших людей. Иллюзия. Поэтому они тоже живут в иллюзиях и тоже в этом нуждаются. И даже, допустим, сегодня, если я себе ставлю утром, вытаскиваю себя, допустим, в свой рабочий день, я себе ставлю цель, кому мне сегодня прикоснуться, кому мне сегодня сказать хотя бы то, что я здесь уже услышала, зацепила для себя. И вы знаете, они слышат, они открыты слышат. Главное, чтобы мы в это время не проспали. Вот я тут себе сижу, работаю и все, остальное меня не касается. И они тоже нуждаются в спасении точно так же. То есть это должно стать образом жизни, образом мышления. Очень часто я ловлю себя на мысли, допустим, я устала чуть-чуть, я уже понимаю, что, допустим, все, процесс пошел, хочу уже там ехать домой, заниматься там другими делами, а в это время мне надо себя вырывать и смотреть, включать вот фокус и ловить этих людей. Поэтому. Класс. Я думаю, что эти вопросы помогут вам хотя бы начинать свою жизнь на рейсе ставить. Давайте попросим у тех, которые смотрят. Есть ли у нас люди смотрят по… Да. Да. Да, брат уже сказал. Притча Соломона, двадцать третья глава, седьмой стих. Каковы мысли человека, в душе его, таков и он. И другой перевод, здесь интересный, где вера человека, там он и окажется. Между прочим, почему вы не делаете прямой эфир на… Мы делаем это. И на мой фейсбук и так далее. Делаем это. Надо на английский фейсбук тоже делать, на вот это… Перепод. Хорошо. Да. То есть, чтобы оно шло. Век здесь. Надо, чтобы век здесь шло. Да. И церковный, и век здесь. Надо век здесь. Перепод? Да. Да. Приветствуем тех, кто смотрит нас онлайн. Давайте прострелуемся. Комментарий. Елена Крайник пишет. У каждого есть свое особое призвание. Каждый человек незаменим, а жизнь его неповторима. Да, но это лозунг. Но помимо лозунга, хорошо, у каждого есть свое призвание. Главное, двигается ли он к этому призвание каждый день или нет? А если он не живет и не двигается к этому призвание каждый день, а то, что у него есть. Он никогда туда не дойдет. Он никогда его не увидит. Он никогда к нему не прикослился. Он никогда туда не придет. Слушайте. Вы знаете, кто-то говорит о будущем, о завтра. Я буду кем-то завтра. Комментарий завтра. Вы только чтобы мне говорили, что люди говорили, что завтра что-то будет. Завтра будет. Хорошо. Но завтра и будущее. Все люди, которые говорили о будущем о завтра, о котором они говорили, это вот оно сегодня. Потому что 10 лет тому назад они говорили о будущем. «Кем ты будешь жить 10 лет?» Вот это 10 лет уже сейчас. Вот оно сегодня. Пять лет говорили назад, что о будущем. Вот это будущее сейчас. И через 10 лет, через 5 лет так же самое будете разводить руками, если не начинать строить и дожидать его сегодня. То есть завтра, вот это уже будущее, о котором мы говорили вчера, вот оно уже сейчас. Это надо, ну, целенаправленно, интенсивно начинать заседать что-то конкретное на завтра, целенаправленно, чтобы джавна была другое, чем сегодня есть. Да? «Расширить свое мышление в плане позитива…» Это тот же самый человек? Да, только другой коммер. «И выйти из… расширить свое мышление в плане позитива и выйти из клетки пролетариата. Это кропотливый труд. За 20 лет все еще считаешь себя лузером». Это, наверное, когда мы обсуждали это. Сергей Пономарец пишет, если остановился в развитии как личность, мы должны идти вперед, достигая поставленной цели. Да? Потому что, если, допустим, человек приближается, ты видишь, что меняется, что такое… И если расстояние раньше было, ты думаешь далеко, далеко. Но, когда ты приближаешься, ты видишь, что уже не так далеко. Уже реальное. Уже ощущаю, что происходит. Уже вижу, как это было. Уже могу это делать. Уже рисую. Уже созидаю. Уже собрание к этому ведет. То есть… Лилия Безик комментирует. «Да, это правда. Только знающий человек, куда идет, будет жить и побеждать. Ведение будущее толкает вперед. Когда мы живем большим ведением, мы становимся абсолютно другими, нестандартными людьми». Елена Крайник пишет. «Актуальная для нас тема и сильное слово от пастора. Спасибо. Очень вовремя». Это тоже Елена Крайник. Лилия Безик. «Если бы я сейчас смотрел на сегодняшний свой результат, то это меня остановило на 100%. Нужно стремиться исполнять видение, а деньги как второстепенный компонент жизни. Нужно это понимать в голове. Ну, что деньги – это второстепенно. И пока все. Хорошо. Кто-то еще хотел сказать, да? Хорошо. Кто-то еще хотел сказать, да? Да. Я скажу о финансах, да? Когда я поступала, было два месяца. И я говорила, боже, как собрать эти деньги? Ну, нужно заплатить сразу за полгода, за семестр. Я говорю, бог, если это ты, дай стратегию. И бог мне дал стратегию. Я услышала, как это собрать. Я на пенсии. Я жила, работала. Ну, работа была небольшая. Экономно. Эти деньги собрала. И все, до меня не хватало суммы. Я звонила. Деканат говорит, так и так не хватает. Она говорит, вы знаете, вот сейчас именно. Знаете, если это от бога, если это твоя цель, все будет. Она говорит, вот как раз сейчас, говорит, 15% скидка. А я говорю, Алена Валерьевна, посчитайте, сколько это будет в деньгах. Вы что, говорит. И мы глаза друг друга не видели. И я потом, и вы знаете, когда я пришла, у меня была ровно та сумма, которую нужно было проплатить за этот семестр. Да, вы знаете. И потом, когда я первый месяц начала учиться, бог мне прилагал деньги. И он мне сказал, вот это деньги, которые ты будешь проплачивать за учебу. Помимо работы. Что деньги это не проблема. Вот, да. Тогда, да. Я когда-то общался с своим одним другом, он как-то, как-то он попал на дачу к Березовскому, Борису, который вот миллиардер, умер. И он, Березовский, делился с ним видением оранжевой революции. Он говорит, да, я потратил 300 миллионов долларов. Но, говорит, мне неинтересно было бизнесы в Украине абсолютно. Мне интересно было для себя получить всю страну. А потом все бизнесы будут работать на меня. Его мышление заключалось не просто развить бизнес, купить завод, построить еще. У него именно приобрести эту страну, приобрести этих людей, и тогда он получит автоматически все ресурсы. То есть, ну это, в принципе, в общем-то наш образ жизни. Если мы приобретаем то место, где мы находимся, то это место будет работать на нас просто. Какой принцип? Повторите. Я думаю, что победители, которые неудачники живут, фокусируют свое внимание на сейчас, на сегодняшнем днем, на происходящее вокруг них. Они живут, ну, сегодняшним днем. Они живут сегодняшними проблемами, выживаниями и так далее. А победители живут в цели. Да, я думаю, что это правда. И я думаю, что неудачники, они еще живут не просто, знаете, выживанием, чтобы вот только сегодня. Они еще очень сильно живут в той реальности, нереальной, которая есть у них в голове. То есть, в тех иллюзиях, в тех мечтах, они настолько углубляются туда. Ты так начала активно отвечать. А у меня другой был вопрос. Просто я еще не успел задать. А, извините. Ты задала мне вопрос, какой вопрос, и я пытался объяснить. А мой вопрос, потому что тебе 21, да, или 20? 20, почти 3. 23. Хорошо. 23. И мне просто интересно, 23 года, есть ли сель у тебя? Есть ли у тебя картина будущего? И если есть картина будущего, то какое это оно будущее? Если это будущее есть, то что ты для этого делаешь? Ну, признаюсь честно, что я, например, для меня вопрос, кем ты себя видишь через 10 лет, он всегда был для меня очень сложным. И если вот сейчас ответить, то я себя не вижу кем-то. Вот об этом я не говорю, что вообще за все, ты живешь с этим. Да, но проблема была в том, что, смотрите, я жила так же и раньше, но я себя винила, корила, что я не знаю, кто я есть, я вот, все знают, все бизнесмены, все политики, а кто я, я не знаю. И, ну, меня это очень, как бы, тревожило, но не в правильное направление. Я себя не мотивировала, да, а угнетала себя, потому что я не знаю, кто я, у меня не открыто мое предназначение и так далее. Поэтому, пока я не знаю, я решила просто служить Богу и служить людям. Но ты еще не знаешь, куда ты двигаешься, да? Ну, конкретно, да, конкретно я не скажу. Хорошо. Кто еще, как? Я бы хотела сказать, что благодаря тому, что вы два года делились видением университета жизни, у меня появилось вот это видение на 10 лет. Я не могу сказать, что оно точно, но я наверняка… Оно никогда не будет точно. Никто никогда не может точно знать. Ну, я наверняка знаю, чем я буду заниматься в эти 10 лет. И… Ну, это, знаете, что это не благодаря моей работе. Это, больше сказать, благодаря вашей работе я смогла это увидеть. Благодаря тому, что вы постоянно рассказываете, я увидела картину. и теперь могу жить этим. Но я так понимаю, что вот эта работа над созданием вот этого будущего, она сложная, она не всем дается. И, наверное, если не будет человека, который способен это увидеть и передать тебе, то тогда, возможно, у тебя нет будущего. И сегодня, когда я работаю с командой, которая в университете жизни, я… Моя постоянная работа – это передавать им в будущее с утра, как бы, ну, каждую неделю мы об этом видении говорим. Почему? Потому что я понимаю, что это… ну, вообще не это видение, а видение будущего, а это будущность и надежда. Потому что, если этого видения не будет, ну, человек, может быть, сам не сможет никогда увидеть картину будущего. Да. Но это и есть вопрос. Видите, когда я уже конкретно начинал говорить, то, а хорошо, кто себя видит? Есть ли кто-то, кто видит? Да. Вы видите, да? Да. 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 Добрый вечер всем. Я живу много лет уже целью, и на пути к этой цели очень многое пережила уже. У меня постоянно получается столкновение с серьезными форс-мажорами, серьезными ситуациями жизненными, которые могут увести от цели. И, скажем, я прохожу до сих пор испытания за испытанием, именно чтобы эта цель оставалась моей целью, ради чего я вообще существую, ради чего я живу. У меня цель большая, я не хочу ее озвучивать сейчас. Просто хочу сказать, что все, что пастырь сейчас эту тему поднял, я очень благодарна вам, пастырь. Вот. Потому что для меня это очень важно было услышать сегодня. Спасибо вам огромное. Чем вы живете сегодня? Я живу целью каждый день, просто на пути к цели, когда есть, когда ты видишь явно, ты, ну, быстро движешься к цели, а когда ты где-то застрял, но в то же время, знаете, как есть открытка где-то видела, там белка, если ты не можешь, если ты идешь, если ты хочешь добиться цели, ты идешь. Если не можешь идти, ты ползешь. Если не можешь ползти, хотя бы ляжь в сторону цели своей. Вот. И вот я на пути такого какого-то торможения, в то же время, ну, как бы скорости в том направлении нет, но в то же время я не могу сказать, что я сдалась, я не могу сказать, что меня что-то сбило, но в то же время как бы вот эта скорость пропала. Вот. Я борюсь каждый день, я делаю все, что я могу на сегодняшний день в том, в чем я двигаюсь. И у меня много как бы есть как бы изменений, есть на разных уровнях то, чего я достигла за это время. Но в то же время как бы появляются какие-то сомнения в том, что как же увеличить свою скорость, что в себе надо изменить, что во мне не так, что я не понимаю, что Бог хочет от меня, почему я в этом этот период прохожу, для чего он меня готовит, ну, постоянно каждый день эти вопросы меня добивают к себе. Ну, потому что я делаю все, что в моих силах каждый день для того, чтобы изменить, для того, чтобы дальше, быстрее. Вот. И в то же время каждый шаг идет с постоянными форс-мажорами, препятствиями, какими-то проблемами, которые мешают постоянно продвигаться к этой цели. То есть, ну, что я хотел услышать, что то, чем вы сейчас занимаетесь, это то, как раз то, что ведет вас и доведет до той цели, о которой вы не хотели нам сказать, о которой вы… да, я именно живу этой целью и ни на один день не опускала руки и не отворачивалась от этой цели. Просто я хочу сказать, что, несмотря на то, что даже если это я не вижу, не удовлетворена тем, что я достигла, не удовлетворена тем, ну, как бы не все понимаю, что Бог хочет от меня, с чем он как бы ведет, почему не так складывается, как я планировала, как я видела. Но в то же время я все равно живу этой целью, я все равно верю, что Бог выведет, что это время Бог знает, для чего именно этот период я прохожу, для того, чтобы следующий этап я была более сильной, чтобы я была более качественной. может, он работает над сердцем, может, он характером работает, может быть, он какие-то понимания… он очень много мне показывает, открывает, работает надо мной. То есть я вижу процесс, я вижу внутри меня, в моей жизни, во всех ситуациях. Я вижу, движение есть. Но в то же время, как бы, вот эти вопросы… Я столкнулась с вопросами, которые… я недовольна до такой степени, что нет радости от того, что я на каком я этапе нахожусь. Я не могу получать радость. Вот, например, я вижу вы, несмотря на то, что вы проходите такие тяжелые времени, я вижу у вас постоянно радость. Я… Я… Это надо воспитывать. Это надо воспитывать. Это надо воспитывать. Потому что, если вы будете думать о тех негорязнях, которые вы проходите, значит, вы живете этим. Значит, тогда она будет лишить вас радости. Но если вы будете жить той радостью, которая предстоит вас, это как у Иисуса, когда Его распяли. Написано, что он претерпел Крест. То есть он концентрирует внимание не на то, что он переживает, не на те боли, которые гвозят в ходе его руки, а он концентрирует на результате, которые будут спасены, миллионы, миллиарды людей, которые будут спасены. Вот эта радость, которой предстоит еще человек 20 лет, он на него концентрировал и благодаря этому он не так чувствовал в нынешней боли. Он что чувствовал, но он не так чувствовал уже, потому что он чувствовал больше радости, которая предстоит. Ну вот я четко понимаю, вот я анализировала, когда вы рассказывали это, анализировала свою. Я четко живу с видением, целью, то, что Бог мне открыл. Я этим живу. Это самое главное, потому что даже не имеет значение чувствовать себя сейчас плохо или хорошо. Главное… Знаете, если… Был такой, ну, премьер-министр, Уинстер Шерчилл, что он сказал по этому поводу. Даже если ты проходишь через ад, продолжай… Там все горит. Если ты идешь через пекло, главное не остановиться. Пекло нельзя остановиться, продолжай идти. Ну вот это… Ляс в направлении. Поэтому главное, продолжайте создать будущее. Продолжайте идти в это направление. А если вы до что-то… Да ты никогда не дойдешь. Но пока ты идешь, есть шанс, что ты дойдешь. Но у меня немножко другое. Знаете, в чем проблема? В том, что я не концентрируюсь внимание на проблеме. Я себя сама добиваю тем, что… Ну, что я не то делаю, может быть. Может быть, я что-то Бога неправильно поняла. Может быть, во мне какая-то, понимаете, проблема. То есть я… Из-за того, что у меня 150 вопросов, как бы они меня вот добивают. На самом деле… Хотя, несмотря на то, что я живу… То есть это не влияет на то, что… Как-то не шатается моя цель, она железобетонная. Просто именно вот этот процесс, который я сейчас переживаю, что прямо вообще невозможно, он задушивает меня до такой степени, что, ну, я хочу двигаться, а как будто что-то мешает. Понимаете? Вот это же объяснить… Может быть, никак будто что-то мешает. А мешает ваши сомнения, что правильно ли я делаю или нет. Да. То есть, получается, я сама себя… Сама себя… Сама себя… Сама себя… И вот просто… Вот я не согласна до такой степени с тем, что в моей жизни. Я не согласна, ну, мне удовлетворена. Это мир в сердце. Мир не то в сердце. Мир не то в сердце. Мир не то в сердце. Это время я ищу одновременно. Мир не то в сердце. Мир неудачники живут сьогоднішнім днем, а успішні люди ціллю і майбутні. На рахунок мене, ви задали питання, що конкретно я роблю, я відповідаю. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, завдяки тому, що я мала можливість вчитися у вас і в домашній групі, в Золотому фонді, то я вже не живу сьогоднішнім днем. Моя ціль, яка моя ціль, це принцип царства Божого принести в цю країну через науку і через культуру. Я вже впродовж трьох років займаюся науковою роботою як в межах університету. Те, що я сьогодні роблю, як викладач, друге, це у мене громадська організація, команда, і ми проводимо місячні конференції, де збираємо багато людей. Другий напрямок, який стосується культури, я сама людина культури і кандидат в мистецтвизнавство, у мене громадська організація по цьому напрямку. І ми проводимо і в Міністерстві культури заходи, і музичні фестивалі. Тому я вже так себе привчила, що навіть я процесу не бачу сьогоднішнього дня. У мене вже думки працюють тільки на те, щоб був кінцевий результат. І, пастор, дякую за це, що ви навчили нас в домашній групі і до того часу, і на спілкуваннях, що дійсно можна сконцентруватися і сфокусуватися не на сьогоднішніх проблемах, а на кінцевому результаті. Спасибо, спасибо большое. Спасибо Богу за эту возможность, потому что с 2005 года я услышала первую лидерскую. С тех пор я иду, и мечтаю, и всегда думала только о том, чтобы быть где-то поблизости возле пастыря. Все лидерские, 15 ретритов, домашняя група 3 года, Золотой фонд. Сейчас я возглавляю общественну організацію 10 років. Значить, обіцний совіт 6 років, приклад, далі засідання в Верховному совіті, вже 4-е буде 2-го числа. Моя цель – це єдинення з Богом і то, що близько возі пастыря, щоб угодити Богу, щоб... І кожен день я вечером подвожу итог, що зроблено зі своєю командою. Ми общаємся і обсуждаємо і пастыря проповіді, і обсуждаємо, що... У кого які вопросы? Хто роботає з кільським континентом людей у міру? Значить, я в селі провожу роботу, у мене там ще 10 чоловік. Вінеделю один раз я с ними. Стільки роботи, що цель, цель вечності і вістояній душі, а она... Она внутри мене, внутри мене мир. І самое главное – це то, що я рідом з пастыря. Якщо б я відпала, я б страдала, у мене б не було мира, я б своє шо-то выдумала. А так, возі нього близько, вот он, я його там, що на сайте, що в книге, що на общенні, що де, я його влавлюю, я йду в суд з цими, ще с кем-то. Я слушаю, щоб бути во времени, вместе с ним, щоб слухати, що би хочуть в це время. І знаєте, це велике счастье на сьогоднішній день. Спасибо. Ну все, хорошо. Якщо ви ще какие-то заповеджали, потім зараз будемо заканчувати. Да, є ще. Лилия Безик пишет. Я сегодня каждый день работаю над собою, щоб достичь поставленной цели. Спасибо вам, пастор Сандей, що ви постоянно піднімаєте теми, які помогають йти вперед. Да. Александр Еремеев пишет. Поверхностная і дешевая життя – проклятие существовання, страшная боль. Да. Лучше терпеть боль, живя видением. Елена Крайник. Да. Для того, щоб достичь свою цель і сполнить видение, нужно обладати определенными качествами характера, которые необхідно выработати в себе. Гелена Крайник. Гелена Крайник. Да. Вот с этого надо начинать. Сначала выстроить внутри себя качество характера, который тебе позволит идти прямо, когда вокруг тебе все долгое. То есть это нужно выстроить. Поэтому я написал эту книгу «Человек есть, человек нет». Да. И так же я человек личностный я. Пока все. Все? Тогда у меня будет про мой эфир другой. Кроме английский. Да. Я живу с целью. Закончиваю одно, переодеваюсь, иду на другое. Так что было приятно с вами пообщаться сегодня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Да. Спасибо большое, пастор. Да. Спасибо большое, пастор.